Пожалуйста. В этом году, за первые 4-5 месяцев, он значительно вырос на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель. Надо сказать, что несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, Республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило, на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь на 0,5 миллиарда. В этом смысле Беларусь надежный, стабильный партнер. Золотовалютные резервы превышают значительно необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций. Почему-то немножко у вас, ну, может, из-за ковида, там, припал, я посмотрел, сельхозпроизводство на один с небольшим процентом, но промышленное производство выросло более чем на 16%. Это очень хороший показатель, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Надеюсь, что и вот те производственные связи, которые мы сохранили еще со временем Советского Союза и развивали в последние годы, все это имеет такой позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Беларуси. Александр Григорьевич, мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительством. Правительство, как я уже сказал, докладывало и вчера, и сегодня с утра еще справки читало. Ну и посмотреть, по каким направлениям, как мы должны идти дальше. Спасибо, Владимир Владимирович. Я вижу, вы очень серьезно погрузились в экономику Беларуси. Вы абсолютно точно назвали цифры отрадно, что наш товарооборот растет, несмотря ни на какие, вы постеснялись, наверное, это сказать, несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне по отношению к Беларуси и России. Все-таки вы правы были, я не очень-то верил в это, что так получится, что любые санкции – это возможности, и что с тех пор, как Россия, прежде всего, попала под так называемые, иначе не скажешь, санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное, особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже спустя 2-3 года видно, это очевидный факт. Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике, если вы помните, конечно помните, мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша Южная Республика, мы не рвали связи, поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации. Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему, и здесь поддержка была очень серьезная со стороны России, но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам не стоило. Мы, попав под очередную волну, четвертые уже санкции, или как там, может уже и пятые, я уже сбился со счетов, мы все-таки действительно диверсифицируемся, благо, что вот сейчас вы точно видите наши отношения с Западом коллективно, мы ведь немного с ними и торговали, особенно с Европейским Советским Союзом. Мы совсем немного торговали, вот они ввели против Маза-Белаза санкции, а торговля этих предприятий с Европейским Союзом, сколько бы вы думали, 3,3 миллиона долларов, а другого предприятия 4 миллиона долларов. Поэтому мы работаем на своих рынках, как-то было и издревле, можно сказать, и благодаря этому, что мы не порвали вот эти связи, нам удается в это сложное, очень сложное время, как-то карабкаться в экономике. Дело даже не только в этих, как вы очень точно сказали, вирусах извне, этих санкций, а дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала, вы это на правой линии отмечали. И все эти накаты, которые идут и по ценообразованию, конечно, мы подвержены, все страны подвержены этому влиянию, все, даже в Китае инфляция небывалая, с их точки зрения небывалая. Поэтому мы выдержим, мы выдержим, но главное, как я вижу сейчас, да и вы тоже, это безопасность наших государств. Этому надо, ну, все внимание уделять. Как бы они нас не упаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне нашего государства и безопасности. Я тоже вам многое расскажу, что происходит. Динамика бешеная, каждый день что-то меняется. И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович, они перешли, мы все время и тогда с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси, этой так называемой цветной революции или мятежа. С мятежа все началось. Они перешли к индивидуальному террору. Это уже, я информирую вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство и государственность. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье депутатов. Я имею в виду одного из лидеров, среди депутатов, партии крупной, когда дети дома. Знаете, дети дома. Пытаются надавить, запугать. Но, я думаю, это дело времени. Мы всех их вычислим и найдем, и привлечем к ответственности. Притом в такой серьезной форме. И очень активно сейчас начали работу по всем этих НКО, НПО, так называемых западных СМИ, которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор. Поэтому, если вы, а вы, конечно, информированы и видите, что происходит, вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Потому что эти мерзопакостные полторы тысячи НКО, НПО, аж полторы тысячи, оказывается, разных там фондов и прочее. Чем они занимались, понятно. Они финансировались из мне, а мы все думали, ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, давайте будем сотрудничать. Ну вот и получили соответствующие результаты. Но все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Это террор, это прочее, мы справимся. Главное – это экономика. И если мы выдержим вот этот экономический удар уже вместе с Россией. Они же против России санкции постоянно продлевают, вводят и прочее. Я думаю, мы, как я вам когда-то говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономикой выделяем больше внимания, чем в Советском Союзе. На людей смотрим больше. Мы выдержим. Это даже не выдержим. Мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится у них монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится. Мир изменился. Мир совершенно другой. Но мы своими мозгами должны жить. Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить. Как у нас это и получалось. Ага. И спасибо вам за приглашение. Я думал, приеду хоть немножко от этой жары отойду. А у вас оказывается такая же, как и у нас. 30 градусов. У нас же до 36. Субтитры создавал DimaTorzok